Наши самбисты весной этого года поедут на чемпионат России. Спортсмены удачно выступили на прошедших отборочных соревнованиях. С 17 по 22 декабря в Кстово прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа. Боролись за выход в финал на чемпионат страны сотни спортсменов. Заречные на соревнованиях представляли воспитанники спортшколы «Русь». Три богатыря – Алексей Сознов, Георгий Лебедев и Алексей Харитонов. Правда, на чемпионат России отобрались только двое. Алексею Сознову немного не повезло. Сознов Алексей занял пято-шеестое место, а отбирается только тройка. Ну, четверка. В весе у него было у Алексея Сознова 24 человека. Проиграл он в решающей встрече своему давнему сопернику. Часто они с ним встречаются. Все время в одной и той же ситуации. Спортсмен был из Перепми. Я с ним боролся в 2010 году на Приворском округе. Я его выиграл. По баллам выиграл. То есть встретился второй раз на этих соревнованиях. И не смог выйти в полуфинал. То есть проиграл ему болевым. То есть он меня поймал на болевом. И я в итоге проиграл. В результате Алексей Сознов занял пятое место. Поднялся бы на ступеньку повыше и уже бы вошел в число участников всероссийских соревнований. Однако, как говорит сам спортсмен, еще не все потеряно. Будем отбираться и пробовать еще отобраться на чемпионат России. А вот Георгий Лебедев и Алексей Харитонов на чемпионат России поедут однозначно. Алексей уже трижды отобрался на чемпионат. Последние состязания стали для него своего рода разминкой. Поехал, поборолся. Посмотрел на себя, на других людей. Первый соперник был из Саратовской области. Сделал ему один балл. Бросок, боролись, боролись. И сделал болевой. Второй соперник мне попался Иван Норлов. С Пермского края. Такой хороший, сильный. Парень пропустил два броска по баллу. И за третье место боролся со спортсменом. По-моему, из Казани. Сделал бросок, пропустил бросок. Один-один счет был. И потом сделал удержание. Алексей провел три поединка. В результате в своей весовой категории 90 килограммов стал третьим. Георгию Лебедеву удалось подняться на первую ступень пьедестала. Наш богатырь провел четыре поединка и все выиграл. Хотя сказать, что победа далась легко, нельзя. Соперники были серьезные. Один в одном неудобно, другой в другом неудобно. Но как бы в общем, они где-то приобретительно сядя на хвои были. Теперь впереди только чемпионат России. Кстати, для Георгия это будет своего рода дебют. В старшей возрастной категории на всероссийских соревнованиях он еще не боролся. На чемпионате России я еще ни разу не выступал. То есть на взрослом. И как бы в тот год я был травмирован. Я бы не получился у меня выступать. А я буду готовиться. Два месяца есть, поготовимся. Там будет дальше видно. Прогнозов я пока не берусь никаких дел. Чемпионат России состоится в марте в Хабаровске. Время на подготовку еще есть. Сразу после новогодних каникул спортсмены приступят к усиленным тренировкам.